В связи с карантином учебные заведения переведены на дистанционное обучение. К примеру, преподаватели Одесской Юрокадемии используют платформу Zoom. Сервис для проведения видеоконференций и онлайн занятий в режиме реального времени. Для каждого факультета университета педагоги кафедры иностранных языков создали Google-классы, в которых организовали видеокурсы изучения юридического английского языка. С помощью сервиса студенты виртуально по расписанию встречаются со своими педагогами и докладывают, как справляются со своими заданиями. Преподаватель сам создает блоки заданий, будь то грамматика, чтение, перевод, тесты, аудирование и указывает сроки выполнения данных работ. Свои письменные задания студенты прикрепляют в специальных файлах, педагоги проверяют, а система сама выставляет студентам оценки. Платформа для дистанционного обучения Google Classroom является неотъемлемой частью учебного процесса в связи с тем, что количество часов предположенных в учебном процессе недостаточно для работы со студентами. Из-за этого наш вуз уже в течение трех лет, а именно наша кафедра, использует данную платформу для дистанционного обучения. Мы идем за часом, мы идем за решениями наших студентов, мы идем за тем, что пропонуются наші викладачи. Это даёт результат, это полегшает коммуникацию с студентами. Такий процесс, он не очень легкий при его проведении, потому что потребует таких, знаете, якіснейших, дуже якісних нових зусиль для викладача. Отримання ним новых навичок для викладача – це певні зусилля и певний показник того, что викладач иде, як то кажуть, в ногу с часом, владевая новыми навичками и технічними, информационными, и пропонує студентам решения на їх заплаты. Эта система дистанционного обучения работает в Юрокадемии не только в период карантина, а уже на протяжении многих лет. В частности, разработана авторская видеопрограмма Legal English для онлайн-изучения английского языка. Подобных курсов больше нет ни в одном университете Украины. В Юрокадемии также внедрили дистанционный видеокурс по подготовке внешнего независимого оценивания для студентов четвертого курса. Показовым є досвід Юридичної академії, Міжнародного гуманітарного університету. Мені особисто було дуже приємно побачити уроки, які діє вчитель англійської мови. Особливо для старшокласників такий досвід має бути запроваджений в школах також. Коли діти або студенти молодь в режимі онлайн ведуть відкриті уроки, коли працює Google Class, коли дійсно можна в певний час, знаючи, що в тебе урок, не пропускати ці пари, не те, що Сергій Васильович стримає руку на пульсі. Дало можливість і викладачам працювати більше ініціативно. Ну, крім того, розуміємо, що коли люди ставляться відповідально до своєї роботи, то їх і не потрібно закликати. Вони дійсно виконують її творчо і застосовують всі можливі сьогодні ресурси, яких дійсно безліч у сучасному світі. Тим временем школьники тоже не відстають і продолжають виконять задання в режимі онлайн. Напомню, це вже 2-й карантин. В цьому году і ніхто не знає, коли він закінчиться. В департаменті образовання обозначили срок 3 апреля, але є вероятність того, що його продлят.